Привет! Вы на канале Кинетический Интеллект. Меня зовут Михаил Дементьев. Я эксперт по невербальным коммуникациям, языку тела, профайлер. Здесь мы с вами разбираемся в том, что же говорит наше тело и как именно за счет поз, пластики, мимики, жестикуляции создается то самое впечатление от нас. Делаем мы это совершенно на разных примерах из кинофильмов, историй каких-то из жизни. И вот сегодняшнюю тему подкинул один из подписчиков моего телеграм-канала Кинетический Интеллект, где вообще очень много всякой такой оперативной движухи. Если вы еще не подписаны, ссылочку для вас я оставлю в описании. Так вот, он сказал, что сегодня вечером бьется Ислам Махачев и Чарльза Ливейра за звание чемпиона UFC в легком весе. 280-й аж, по-моему, это выпуск. На тот момент бой еще не состоялся. Была только запись вот этого стердауна, как они называются, битвы взглядов, когда они друг друга там испепеляют глазами и всяческие страшные вещи в мыслях, наверное, прокручивают, как они кого-то будут ломать в октагоне. Этот подписчик задал вопрос, можно ли вот по этой записи, как-то по их языку тела определить шансы на победу. Вызов я принял, эту битву взглядов я бегло, но посмотрел. На мой взгляд, преимущество совершенно явное было у Ислама Махачева, о чем я и сделал пост в Телеграм-канале еще до боя, предсказав эту победу. И сегодня мы с вами детально разберем, за счет чего сложилось у меня то самое впечатление. Если вам подобный контент вообще будет интересен, пожалуйста, поставьте этому видео лайк, подпишитесь на канал. Это совершенно новый формат разборов на этом канале, поэтому если вы хотите больше подобного бойцовского контента и разборов таких вот стердаунов с прогнозами исходов боя, дайте мне об этом знать в комментах, я с удовольствием это направление разобью для вас. Что же сейчас будет происходить? Смотрите, всю коротенькую битву взглядов я разбил аж на 42 фрагмента, и в каждом из них покажу, как каждый боец помогал себе своим телом, либо мешал создавать более уверенное впечатление. А в итоге я покажу вам счет, с которым один выиграл у другого. Давайте смотреть. Очень энергично, амплитудно выходит Ислан. Смотрите, он использует всю длину рук, выпрыгивает, играет на публику. Считаем это за плюс. Когда он выходит, он все-таки горбится, и здесь его силуэт теряет энергию. Можно было выйти гораздо более стабильно и уверенно. Дальше. Знаете, как он ведет? Широкие шаги, но очень рано он взглядом встает уже как бы на весы. Он еще на них не встал физически, но встал уже головой, теряет в этот момент контакт с публикой и возможность на нее повлиять и собрать еще больше эмоций, еще больше поддержки. Небольшой минус. Смотрите, какой прямой, спокойный, стабильный взгляд. Кайф. И здесь он даже настолько в себе уверен, что позволяет легкую полуулыбочку. Видите? Знаменитый жест. Аллах с нами. Аллах все видит. Добавляет силы. Очень круто. Снисходительно, спокойно, сильно и уверенно. Немножко тяжело ему в этом состоянии находиться. Видите, когда он сходит, он себя хлопает так по бедру. Ну, это адаптация через одежду, через бедро. То есть он, это способ успокоиться, снять немножко стресс, как бы. Все нормально. Здесь он с небольшим завалом и с легкой спешкой идет к Дэнни Уайту. Тот протягивает ему руку первой. Ислан дает руку. Достаточно по-хозяйски так себя чувствует. Смотрите, как классно. Он хочет Дэйну хлопнуть так же по плечу, чтобы добавить себе уверенности. Дэйна от него немножко отпрянул здесь. Все-таки, видимо, не такой еще статус у Ислама, чтобы так вот налево-направо хлопать Дэйну. И Дэйна ему отвешивает контакт по спине. Дальше он идет с широкой амплитудой. Посмотрите, насколько вот широко по-хозяйски руки Ислама здесь ходят. Идут обнимашки у нас с шейхом. И шейх, посмотрите, даже целует его в плечо. Он его хлопает по спине и даже целует в плечо. Удивительный момент. Дальше. Ислам у нас уходит. И Дэйна восстанавливает статус-кво. Его немножко как бы задвигая, чтобы, парень, ты тут лишнего на себя все-таки не бери. Местечко свое пока знай. Здесь, посмотрите, у нас появляется Хабиб. Какой контакт у них в их домике с Дэйной. И как, опять же, хочет такого же статуса и такого уважения Ислам. Появляется соперник. Очень широко вскинутые руки. Максимально распрямленная такая вертикаль. Очень энергичный силуэт. Но губы уже зажаты. Признак того, что переживает наш. Смотрите, какая спешка. Он же достаточно вроде крут, чтобы выйти и насладиться всем этим вниманием толпы. Но здесь у него абсолютно четкая спешка. Проскакивает. Он спешит, как будто он опоздает. Его сейчас здесь накажут. Спешить тоже можно статусно. Вот эта спешка очень низкоранговая. Он как бы боится не успеть. Здесь его преследует абсолютно то же самое горбление. что энергию и силу от ощущения его силуэта тоже у нас с вами съедают. Посмотрите, насколько он рано встает на весы. И насколько это воспринимается тоже не очень хорошо. Гораздо больше внимания можно собрать. Столпой поиграть. Он занимается технической вещью. Просто взвеситься, встать на весы. Но насколько раньше он это делает, чем это делал Ислам. Здесь, смотрите, момент. Он дважды поправляет резинку от штанов. Я понимаю, что это больше спонсорский такой момент. Но можно поправить один раз. А можно попытаться в этом найти какое-то себе успокоение. Я предполагаю, что здесь именно успокоение он и ищет. И здесь дополнительно доказывается, что он делает это с усилием. Ему тяжело. И вылезает такая стрессовая адаптация через язык. У Ислама такого пока не было. Будет чуть позже, но пока не было. Смотрите, он максимально здесь раскрыт. Наконец-то выпускает свое здесь. Животное сам себя заводит. А человеку, который стабилен, нужно ли так делать? Если в нем и так внутренняя энергия, нужно ли заниматься подобными вещами? Вряд ли. Обратите внимание, как он отдает очки. Вот он только что был крутой такой бывший чемпион. Вдруг переключился моментом. Снимает очки, как будто его кто-то окликнул. Уже публика потеряла значение. Все вокруг потеряли значение. Здесь важны только очки. Ни в коем случае их не потерять, не разбить. Да наплевать на очки. Чарльз снял, выкинул. Еще тысячу таких купил. От спонсоров получил. Зачем трепетать перед очками? Какой твой статус при этом? Дальше спешка. Он еще не успев отдать. Уже разворачивается. Видите, его блин-блин болтается. Конечно, статусность в этом моменте проваливается полностью. Смотрите, интересный момент. Мы сейчас увидим их двоих. Я приблизил, насколько мог. Обратите внимание на то, что Оливейра здесь будет сейчас спешить. А у Ислама будет такой микроиспуг. Он из более широкой стойки в более узкую переходит. Смотрите, Оливейра первым тянет руку, да и на еще руку не поднимал. Оливейра первым к нему направляется. Очень четкое такое направление. И посмотрите, как переступает с ноги на ногу. Точнее, уменьшает площадь стойки Ислам. Видите, вот он стоял настолько широко. Когда подходит Оливейра, он уменьшает свою площадь. Это следствие такого небольшого микро-телесного испуга. Но вертикаль Ислам держит фантастически. Здесь я подключаю вторую камеру. Удалось достать еще одну запись со стороны того парня, который снимает из-за шейха. Мы сейчас сравним это с двух ракурсов. Посмотрите, насколько близко подходит Оливейра. Да и на его штамм двумя руками держит. Обратите внимание на разницу в наклоне подбородков. Понятно, что у них по-разному скроены челюсти, разная абсолютно черепа. И можно судить по тому, насколько втянута шея у Оливейры. И насколько расслабленно и спокойно, и даже выдвинут вперед подбородок у Ислама. Кто из них смотрится более уверенно? Видите? А кто уже немножко отпрянул назад? Дальше. Они здесь даже прям вот носами не просто потерлись, а проверили, у кого там насколько глубокий хрящ. Но здесь мы видим, что Махачев стабильно стоит, а тычется носом в него исключительно Оливейра. То есть Махачев подвижен, неподвижен. То есть Махачев неподвижен, как скала, а все вот эти тыкания и вздымания грудью, они все по части Чарльза Оливейры. Скала и претендент. Вот это читается абсолютно так. Видите? В ком здесь больше волнения. Оливейра понимает, что носиком Махачева не взять и пытается доминировать, поднимает руку максимально высоко. И Исламу совершенно не нужно отвечать настолько же высоким поднятием руки. Ему достаточно на уровне Гласову предсказать его судьбу. И здесь он даже себе позволяет Ислам перейти на микро-улыбку. Очень напряженные губы, напряженные челюсти у Оливейры. И Махачев здесь вспоминает своего учителя Хабиба Нурмагомедова. И тот самый знаменитый жест Аллах. Все видит? Аллах с нами. И как бы еще пальчиком пригрозил. Это все, безусловно, влияет на ощущения Чарльза. Мы видим, насколько у него опять пересыхают губы. Насколько он волнуется. Насколько вылезает этот вот стресс адаптационный. И насколько здесь стабилен Ислам. Видите? А Вера здесь работает на показ. Больше на публику похлопывает себя. Идет ближе к ней. А Хачев скромничает. Еще раз показывает свой жест. И его уже утаскивает в глубину для того, чтобы он дал интервью. Здесь, видимо, он еще не привык к такой публичности. Здесь у него признаки легкого стресса. Чуть-чуть совсем выскочил язычок. Совсем не так, как у нашего красавца Чарльза. Он больше сгорбился. То есть стойко отработал. И немножко ушел в себя. Здесь у него еще дополнительные признаки стресса. Он подтягивает штаны. Абсолютно здесь это было не нужно. Здесь мы видим на заднем плане Хабиба. Это достаточно ярко выраженный стресс. Но еще бы после такого взгляда, того, как потереться носом от малознакомого мужчину. Я понимаю его чувства. Здесь взгляд его выдает более опасливый. Становится, помните, был уверенный взгляд. Здесь становится такой озирающийся, более опасливый. Но сама поза при этом супер стабильна. Он не расшатывается, он не качается, он не поджимает плечи. У него очень четко зафиксированы здесь вот грудь, шея, подбородок. Очень стабильный. Очень грозно и уверенно к зрителям. Микрофон держит двумя руками. Весь сосредоточен, направлен вперед. Обратите внимание, какой амплитудный, опять же, хлопок по спине был интервьюера. Видите, насколько, вот откуда он начался и насколько он продолжился. И дальше идет уже заниматься своими делами. Посмотрим, как с интервью справится Чарльз. У него достаточно все-таки здесь низкая получается уже уверенность. Обратите внимание на этот взгляд. Снизу вверх. С поджатыми слегка внутрь губами. Похоже, что человек ощущает себя будущим победителем. Или он пытается себя как-то здесь завести и самоуспокоить. Опять у него стресс, адаптация через язык, поджим нижней губы. Видите, это не спрятать. Шея немножко поджимается даже. Он пытается всячески это спрятать и будет это прятать тем, что он закрывается от зрителей. Ну, разве так делают? Только что ты собирал все внимание, а потом стыдливо прячешься. Переводчик, конечно, здесь в самом большем стрессе. Интервьюер тоже, видите, не без языков, не без стресса. И на их фоне, может быть, Чарльз и смотрится уверенно. Но какие-то они там все под зажатики, конечно, не сравнится с лавом. Здесь опять вылезает стресс, адаптация, очередные облизывания губ. И когда его спрашивают, ваш прогноз на бой, посмотрите, как это происходит. Какой ваш прогноз на tomorrow night на бой? Абсолютно чисто вылезает его эмоция. Когда он понял вопрос, его прогноз на бой вот такой. Улавливайте связь и важность этих стердаунов для оценки того, как с большой вероятностью пройдет бой. Это его мнение о том, как пройдет бой завтрашним днем. У него опять полное закрытие от зрителей. Нет фокуса во взгляде, ведь у него абсолютно бегущий взгляд. И нет векторов в позе, то есть она не направлена куда-то. Она не концентрирует энергию. Она распыляется во все стороны. Это, конечно, серьезный минус. И посмотрите, как он вроде как еще говорит, но уже уходит. И он уходит, уменьшаясь в размерах. Вот он был здесь большой, хоть и сгорбленный. И когда он уходит, он как бы уходит по эскалатору вниз. Может быть, он уже хочет прилечь. Ислам ему поможет скоро прилечь. Видите? Можно уйти гордо и с достоинством, с энергией. А можно уйти... Это все интервью, что ж меня же завтра поколотят. Это все предчувствие очень сильно ощущается. Низкая уверенность. Смотрите, как он смотрит вокруг. Он уверен в исходе завтрашнего боя. Я этого не вижу абсолютно. Посмотрите, он даже не зафиксировался. Не дал позу после этого интервью. Видимо, что-то он такое предчувствует. Здесь у него абсолютно такие перетаптывания с ноги на ногу. Очень четкая нестабильность. А что мы делаем, когда мы нестабильны? Мы ищем опору в друзьях. Посмотрите, насколько он здесь зависнет у него на плече надолго. Видите? Он даже его тянет своим лицом вниз. Как бы хочет с ним побыть побольше, покрепче его обнять. Вот этот момент. Он соскальзывает практически с плеча вниз. И это потребность в поддержке. Опять же, следствие внутренней неуверенности. Что он делает дальше? Его уже не снимает. Но он на всякий случай поправляет штаны. Это опять же признак такого внутреннего стресса, когда мы одергиваемся, поправляем штаны, жилеточку, курточку, чтобы мы были уверены, что у нас все хорошо. У человека, у которого есть такая уверенность, не будет заниматься ерундой с поправлением одежды. Напряженная здесь нижняя челюсть, он уже уходит в очень большие зажимы. Ну что, давайте считать. У Оливейра я насчитал 3 признака уверенности и 22 признака неуверенности. Итого минус 19. У Махачева насчитал признаков уверенности 10. И семью признаками он немножко просадил. Итого плюс 3. Какой итог боя? Вчера мы его узнали. Добровольная сдача Оливейры во втором раунде. Ну что, как вам разбор? Напишите, пожалуйста, имеют ли право на жизнь вообще подобные предсказания по вот этим битвам взглядов. Я сейчас уже, честно говоря, начал составлять таблицу. Пока в ней 32 параметра, на которые имеет смысл обращать внимание для более четкой оценки перспектив боя. И я буду рад каким-то вашим наработкам. Может быть, вы знаете людей, которые занимались подобным математическим, статистическим анализом. Мне будет очень интересно в это погрузиться. И буду рад оказаться вам полезным в следующих видеоразборах. С вами был проект «Кинетический интеллект». Меня зовут Михаил Дементьев. Спасибо, что уделили внимание моим экспериментам.